привет всем ребят меня зовут максим сегодня будет полное стартовое руководство по еле для новичков я на корее играл в его еще до того как у нас обещали ее запустить я со старта буквально максимально плотно тоже сижу в этой игре вот и сегодня я буду вам рассказывать если вы начинающий игрок если вы нулевый абсолютно да парень давайте пройдемся по всему что вам необходимо знать о ей первый пункт ребятки это конкурс давайте устроим на комментарии я буду в ролике очень много всего озвучивать но могу какие-то штуки упустить поэтому если вы допустим нулевый игрок да вы можете обратиться к комментариям в комментариях я буду лайк ставить на те сообщения которые сочту полезными если вы уже опытный игрок вы можете написать какое-то полезное дополнение к этому ролику и получить за это кодик который я буду выдавать самым отличившимся ребятам если вы новичок соответственно смотрите и там тоже впитываете какую-то информацию может быть я даже ее своим ответом именно текстово дополню это первое второе естественно ребятки мы играем в клане и в этот клан в любом случае мы набираем людей у нас несколько кланов вот если хочешь поиграть с нами то залетай в телеграм ссылка в описании этого ролика там есть закрепленное сообщение в нем инструкция как к нам попасть это первая полезная ссылка описание вторая полезная ссылка в описании это реферальная ссылка для того чтобы ты смог в игру залететь зарегистрироваться начать играть создать себе аккаунт регистрируясь по моей реферальной ссылке ты будешь точно уверен что никакие стартовые бонусы мимо тебя не пройдут и ты заберешь все что только можно забрать мир линейдж 2 эссенс ждут большие изменения высшие эльфы в деле новая раса готова покорить эль мараден и твое сердечко сразу два новых класса надежный танк божественный храмовник и повелитель стихии меняющий сферы сил природы как перчатки дальше больше успей подготовиться играй в линейдж 2 эссенс на фогейме значит давайте переходить к сути ролика да и естественно любая игра она начинается с выбора вашего персонажа вашей будущей профессии однозначно ребята если там казуально относитесь к игре то лучше всего легче всего стартовать на духе это раз высших эльфов там выбираете себе девочку и вперед духи чувствуют себя просто великолепно духом очень удобно играть у него огромный урон у него не заканчивается манна он может быть по области он может быть в соло таргет если ситуация подразумевает опасность для него допустим относительно расфлага и так далее просто встали в таргет и фармите в любом случае очень много вот дух даже без снаряжения может великолепно себя чувствовать к примеру вот этот вот дух мне в руки попал полностью поломанный сейчас я что-то на нем поделал что-то апнул но здесь как бы очень бедно на нем все и даже так он фармит сильно круче нежели чем мой дк у которого даже есть 4 звезды поэтому просто делайте духа и не партия если вы хотите немножко больше акцент сделать в сторону пвп да но не особо потерять удобство то выбираете храмовника храмовник это та же раса но только именно что мальчика нужно будет выбрать храмовник великолепнейший себя чувствует в пп на него есть много защиты много здоровья много урона атаки по области атаки в одну цель контроля очень много выглядит он приятно и даже не страдает импотенции вообще великолепно себя чувствует то есть выбор профы у нас как бы сегодня чтобы не мучить себя чтобы не утруждать просто берем метовый класс либо храмовник либо соответственно дух и прекраснейшие себя ощущаем остальные профы как бы номинально в игре присутствует но для остальных прав я бы им просто не советовал новичкам совершенно в целом так или иначе любая профа может раскрываться у меня на канале множество видео в том числе и по еве про то какую профессию себе выбирать на старт если вам просто не хочется играть метовым персонажем можете ознакомиться с материалами посмотреть кого-то чуть более удобного для себя но и опять же в непопулярных профессиях тоже есть свои плюсы типа относительной доступности геройстве вот в целом какие-то классы может быть на более поздних стадиях игры как-то раскроются и по-другому но на сегодня однозначно советую либо духа либо храмовника все остальное как бы уже по своим внутренним ощущениям если вдруг захочется конечно можете взять что-то другое вот как только мы попадаем в игру нам тут же будут давать разного рода квесты сходи побей мобов там сходи побей мобов тут проучи скиллы еще там что-нибудь потихонечку проучиваемся единственное что скиллы вам не нужно сильно проучивать потому что скилл следующего уровня он однозначно сильно больше будет всегда кушать манну но не факт что настолько же сильнее он будет бить насколько сильнее он кушает манну поэтому аккуратненько на начинающем духе к примеру у вас будут две обилки я даже здесь могу показать до распаленный шар огня и значит еще и ледяной шар но это как бы уже улучшенные но у вас будут их аналоги выше 3 уровня их не поднимайте и у вас на духе все будет великолепно с манной никогда проседать совершенно не будете где-то уровню к семьдесят восьмому к семьдесят девятому у вас будет небольшой пробел по этим квестом вам нужно будет просто побить мобов плюс-минус какую-то адекватную локацию себе находите вам во время обучения их продемонстрируют и стоите качаетесь там пока у вас такой как бы небольшой затык вам нужно будет значит выйти в меню выбора персонажа создать себе еще персонажа на том же аккаунте и просто напросто догнать его по квестом уровня примерно до 63 64 к этому моменту вы пройдете достаточно квестов и получите достаточно стартового снаряжения чтобы перекинуть это все дело на основу каким образом это все перекидывается внутри аккаунта вы находите вот эту вот панельку она точно у вас есть на экране находите игровой помощник здесь далее усиление и услуги передать предмет по аккаунту нажимаете нажимаете передать предметы вот и соответственно потом просто выбираете вашего основного персонажа и перекидываете все что можно перекинуть и отправлять соответственно забираем мы точно также усиление услуги передать забрать предмет и у вас получится появятся предметы которые можно будет забрать вот что-то мы просто перетачиваем там да допустим вы там залутали 5 талисманов адена к примеру да ну точьте их по одному какой больше заточился такой на себя надеваете то же самое с другими талисманами какие-то штуки чисто только синтезируются да то есть подвеска берете 2 1 уровня в их подвеске возможно получится 3 а возможно не получится что-то синтезируйте что-то перетачивайте но в любом случае перегоняйте это все на основу это отличный способ себя забустить потому что на яви очень много буста просто недоступна на вот какими-то другими способами себе забирать и таким образом прокачав 6 персонажей отдельных на том же аккаунте вы довольно много места себе заберете и будете великолепны и прекрасно кстати тех же твеночков нужно будет сразу ставить на удаление но чтобы они исчезли и мы могли создать следующих которые через месяц опять нам чего-то принесут и мы их опять не удалим дальше усилять персонажа ну соответственно вам нужно будет качаться вам нужно будет фармить некоторые локации но понятное дело что в игру можно кроме прочего закинуть еще и денег переходим значит в магазин да вот это вот наш лаунчер наш аккаунт то что на его в скобочках должно быть написано его 1 его 2 как вот здесь вот здесь аква коралл это на essence то есть с нас нас не интересует нас интересует только его понятное дело у всех разные бюджеты кто-то играет с минимальным донатом кто-то вообще без доната у кого-то донат побольше в целом даже без доната можно играть несмотря на то что там некоторые мои коллеги какие-то очень страшные вещи рассказывать относительно того что вас там соски закончится и так далее лично у меня на персонаже вот все что я получаю меня соски в общем-то держится на нуле потому что из ивентов так или иначе очень много на халяву дают сосок поэтому все это фигня можно играть и без доната на самом деле понятное дело что ваш персонаж просто будет раскачиваться слегонца медленней в общем первое 1000 рублей для нас самое вкусное да и мы берем набор благословения евы он самый выгодный по своим характеристикам до кроме расходки дает нам еще куб его который будет у нас открываться после 82 уровня но его можно взять только один раз на аккаунт и на первой берете куб благословения на набор благословения еще на 2 соответственно набираем допустим его паса до пропуски евы они тоже великолепны замечательный классно это максимально профит на как мы можем потратить деньги вот эта вот коробка с рунной заботливой богини и вы это как по мне мусор полнейший развод для лохов для дебилов если вы потратили уже на набор благословения тысячу и еще пять штук закинули сюда да здесь ограничение в месяц только пять штук можно набрать его пасов мы уже потратили шесть если хотите потратить еще создаете аккаунт еще один набираете набор благословения опять его пасы из них значит среди прочего содержимого здесь есть л монеты и печати герана л монеты мы вот таким вот образом обмениваем в игровом магазине на печати герана вот здесь просто набираем на те монеты которые есть на персонаж вот печати герана соответственно у нас там еще даются за сам этот пропуск из самой коробки просто сдаем бокалей щеку в магазин у нас получим появляется адена а потом просто нажимаем сюда нажимаем почту и отправляем какому-нибудь ну своей основе до эти деньги через почту просто перекидываем адену таким образом закидываем дополнительные какие-то деньги в игру и бустим свой персонаж но что делать с этой адены давайте смотреть далее как правило в игре есть какие-то вообще совершенно бесплатные штуки допустим сейчас работает у нас календарь подарков я каждый день забираю если вы стартуете и у вас действует все еще такой вот календарь подарков или какой-то альтернативный то у вас будут какие-то пропущенные дни эти пропущенные дни можно будет за 100 монеток закрыть до монетки и у монеты они даются там же в пропуске его вот закрываете часть главное забрать финальную награду она как правило очень дорогая в принципе любые вложения здесь будут оправданы если вам не хватает его монеток если прям очень много дней нужно будет закрыть берете и выставляете на всемирную торговлю ту самую адену которая на вашем персонаже есть то есть вот выставляем 1 миллион видим что 1 миллион примерно по 116 монеток у нас продается можно типа 20-30 лямов продать если вам монеток не хватает и закрыть свою вот эту потребность и опять же быть молодцом молодцом быть словно хорошо далее просто идем соответственно в магазин да когда мы уже закрыли календарь подарков когда все из него забрали что можно открываем магазин ил магазин здесь в принципе практически все продается за адену так или иначе ну расходка нам особо не понадобится скорее всего но если что учтите что здесь ее в принципе можно какое-то количество набирать вот эти вот магические таблички нужны для проучивания некоторых скилов тоже они вот здесь есть хотя можно также на межсервере во всемирной торговле поискать эти товары и в принципе там просто табличка набирайте здесь поиски и находите возможно они будут подешевле нежели чем в магазине значит здесь все понятно здесь какая-то расходка вот это вот набор обязательно тоже забираем я не знаю в какой момент времени ты смотришь это видео возможно этот набор еще есть возможно его уже нет но в любом случае проверь и забери вон всего лишь там 100 один стоит это вообще не что считай далее открываем следующий здесь у нас особое снаряжение можно набирать талисманы адена можно набирать плащи и же можно набирать кстати ственочков которых мы прокачивали для своей основы и тоже как-то все это дело закрывать но эти предметы добываются не только из магазина их можно добывать и игровым способом и это окей вот дальше у нас аксессуары да это эксклюзивная бижутерия всякая разная которая дает бонусы здесь восстановление маны да ну вот скобочках написано что они дают в принципе можете взять по три штуки каждой бижутерии зайдет на два на три так и оставляем серьезных каких-то бонусов на плюс 5 на максимальной своей заточке они не дают поэтому не запариваемся без фанатизма что зашло то зашло что не зашло то оставили на плюс два на плюс три как бы и нам окей вот снаряжение доспехи нас тоже особо не касаются да для новичков это такое потому что вы в любом случае скорее всего забрали себе сет пятой брони и какую-нибудь пятую пушку и у вас все хорошо можно конечно здесь попробовать сделать себе там оружие на плюс 6 там да но денег у вас на это уйдет слишком много а бонусов в итоге будет давать слишком мало поэтому даже не запаривайтесь кроме такого магазина есть еще вот такая вкладка особое создание сюда переходим смотрим в рамках ивента здесь могут быть какие-то вот такие штуки да поэтому следите за новостями следите за ивентовыми штуками которые сейчас на сервере проходят к примеру можно вот набрать немножко себе талисмана в перспективе за вот эти вот ветки молодого дерева но опять же я не знаю в какой момент ты смотришь это видео и актуальна информация или нет но как правило вся инфа есть в официальных пабликах по эссенсу да по эссенсу и поеве относительно текущих акций до в дискорде всегда в каком-нибудь можно посмотреть и описание все дела далее у нас здесь усиление развития вкладка здесь продаются кристаллы души в оружие и в броню вот кристаллы души и как бы у меня есть отдельное видео по ним я относительно недавно все это дело выкладывал условно говоря если твой персонаж наносит физический урон да если ты играешь допустим на храмовники то тебе нужен будет какой-нибудь кристалл души для увеличения шанса крита физических умений да потому что в игре весь урон основной он идет за счет критов если ты играешь на магическим персонажи то соответственно нужен будет камушек на увеличение шанса крита магических умений кристальчик вы просто берете у себя из инвентаря до после того как вы его купили где-то у меня он тут был вот он нажимаете правой кнопкой соответственно выбираете свое оружие и дальше можно будет вставить кристалл у меня вот допустим на хп и на шанс критов физ умений вот кристальчик естественно чем выше уровнем этот кристальчик тем больше этих бонусов он будет давать чтобы найти себе оптимальный кристалл опять же переходим во всемирную торговлю здесь есть усиление здесь у нас есть кристаллы и выравнивая по цене будем искать себе максимально подходящие варианты что в броню что в оружие от плюс 6 если меньше 16000 ил монет он стоит то можем спокойненько забирать ил монеты опять же можно брать продавая просто адену это относительно выгодный способ от плюс 6 меньше чем за 16000 монет в принципе можно забрать и в броню и в оружие и будет вам очень даже хорошо на пве до чтобы бить мопчиков более одного кристалла души вам в оружие в любом случае особо не понадобится от 2 кристалл уже будет сильно меньше толку чем от 1 есть в идеале берете себе в пушку физовскую вставляете вот шанс крит атаки физ умений хп вам не нужно не заморачивать вот такие вот камушки тоже можно подобывать тоже правой кнопкой нажимаем тоже вставляем либо в броню либо в оружие это грубо говоря камни жизни вот особо с ними не заморачивайтесь нашли более-менее подходящий и как бы можно оставаться здесь вот купон на камень эволюции это чтобы стихию вашу прокачивать она вот здесь вот находится да и если у вас там допустим накопилось уже достаточно вот к примеру у меня дух огня пока что не поднакопился да но когда-нибудь он накопится будет 10 и 100 процентов переходим в эволюцию понадобится камень эволюции и немного адены прокачали стихию начали бить немного получше ну эликсир это нужно будет здесь крафтить через порошки эликсира когда они появятся можете вспомнить про эту вкладку ну вот далее здесь есть особое снаряжение здесь по большому счету особо ничего не доступно здесь если что можно будет благословить себе талисман адена к примеру если вы возьмете себе два обычных да вот плюс 5 можно будет сделать благнутый плюс 5 благнутый плюс 5 лучше чем обычный плюс 5 но хуже чем обычные плюс 6 поэтому примерно так и и ориентируйтесь в дальнейшем аксессуары да вот серьгу охотника далее мы будем говорить про инсты я сюда вернусь здесь вот серьги питомца но насчет питомцев даже не рекомендую вообще особо заморачиваться здесь вот можно будет добывать книги заклинаний то есть как это работает открываем умение и какие-то штуки какие-то скиллы у нас требует видите две звезды здесь вот три звезды соответственно делаем себе купон обмениваем его правым кликом из инвентаря на книгу заклинаний и просто проучиваем это дело ничего сложного абсолютно нет можно еще модифицировать скиллы но это отдельная песня вот этот вот раздел крафта вообще нам как бы не уперся это больше актуально для эссенса нежели чем для евы сюда даже не смотрите ничего там интересного особо для вас нету здесь вот тоже скиллы на какие-то звездатые умения ваших питомцев опять же не в тему даже не парьтесь теперь мы пройдемся ребятки по временным зонам да вот здесь вот открываем особые зоны охоты и посмотрим по ним остров аллигаторов у нас туда можно попасть только за очки евы они берутся стой ненужные руны из магазина поэтому мы не смотрим даже на остров аллигаторов просто смысла туда ходить нет как по мне вот в тренировочное подземелье можно раз в день на час зайти там берете бабочки усиления выбираете через нпс в себе подходящую локацию и стоите в ней бьете мобов под усилением без конкуренции на споте будет вам все хорошо невероятная временная зона раз в день на 10 минут заходим там вам скиллы немножко улучшат будете большие парики мобов забирать и это будет хорошо вот первобытный остров на него ходить я смысла не вижу там очень много народу ни кача ни дропа адены не фарма ничего нету забить вот есть также всемирные зоны вот допустим храм от стакана бьете там мобчиков выбиваете камушки и таким образом можно будет иногда покрафтить себе из вот этих вот кристаллов сделать себе серьгу охотника серьга охотника приятная штука но опять же нужно будет накопить кристаллов еще на это дело там мы стоим значит час в день в забытом саду это такая локация там три разных сада и там можно закрывать задания ежедневные и еженедельные к примеру вот такие вот и получать себе наборы проточки талисманов и это довольно профит надо то есть в одном закрыли мобчика в другом закрыли мобчика в третьем закрыли мобчиков скоро значит евы скорости и властители талисманы себе подобывали хорошо хорошо вот башни дерзости опять же не особо профитно сидеть но там тоже есть задание ежедневное я его сегодня уже выполнил допустим оно называется охота в башне дерзости можно будет забирать себе сундуки с плащами да потом у нас появляются эти плащи вот здесь вот в инвентаре да мы их открываем нажимаем правой кнопкой на заточку плюс 5 у меня есть уже в принципе заточенный плащик и смотрим получится ли у нас за два дня походов в башню дерзости сделать себе какой-то плащик вот один затачивается на 3 на 4 может быть даже зайдет на 5 и возможно будет 6 нет 6 не было однако мог бы быть 6 но не значился этот раз может быть следующий раз заточиться вот за этим нужна башня дерзости логово антараса там делать нечего там слишком сильные мобы вот и в башенке или марадена тоже можно зайти побить мобов опять же там есть какое-то ежедневное задание но там просто очень профитные мобы из которых очень много идет опыта поэтому обязательно туда каждый день ходите вот кстати будет небольшая проблемка у вас скорее всего с тем чтобы зайти в тренировочное подземелье до высветится ошибка о том что зона возможно переполнена понажимаете вот так вот в течение минуты и она откроется для вас и можно будет туда попробовать заскочить в течение минуты если кликать то получится в любом случае также раз в неделю можно сходить еще в подземелье грез это профитная локация там есть много мобчиков которых можно поубивать с них даже дропается какое-то снаряжение иногда в конце еще будет у вас босик которого нужно будет забить как правило в общем чатике иногда собирают ребята вот допустим возьму хила в грезы на вот еще там какие-то штуки вот и мы мы щупать и в грезы то есть вступаете в группу и закрываете эту активность и будете молодцом время от времени у вас будут накапливаться в инвентаре разного рода материалы с ними нажимаем вот эту вот вкладку здесь под чатом к называется а с обычное точнее создание да здесь вот будет подобная штука нажимаем плюсик докидываем сюда некоторое количество вот этих вот материалов которые мы накопили кристалл зачистки 1 туда кидать не нужно он пригодится в другом но вот всякую вот такую вот фигню кидаем добавляем до обновляем список и здесь как условно говоря рулетку можно будет что-то покрутить рано или поздно будут какие-то штуки интересные выпадать но здесь конечно тоже отдельно все это нужно изучать поэтому не могу вам так сходу все это в кинуть и если найдете что-то интересное лучше у окружающих ребят спросите кроме того стоя в определенных локациях можно накапливать очки зачистки да то есть можно накапливать в долине безмолвия в долине ящеров вот в драконах и вот в башне кроме тоже можно накапливать и далее получать с них некоторые награды выполнять ежедневные задания таким образом будет получать кроме прочего кристалл зачистки адена зачем он нужен ну в целом вам это пока что особо пофиг но смотрите заходим во вкладку клана тоже под чатиком здесь есть магазин клана если у вас клан пятого и выше уровня можно набирать записи хардина вот такие вот за за монеты славы которые берутся в активности можно за адену нет можно вот за его монеты опять же их получать и в особом создании книги заклинаний можно крафтить допустим через вот такие там тебя то есть записи хардина какое-то количество кристаллов зачистки адена кожа рожа адены и добываем себе книжки так получается дешевле нежели чем добывать за адену в общем накапливайте кристалла адена они понадобятся рано или поздно система заданий я уже ее демонстрировал давайте пройдемся по ней отдельно в общем какие-то задания есть ежедневные какие-то однократно выполняются какие-то в течение недели вы можете сделать вот допустим на олимпиаду можно походить или вот я уже про это говорил охота в саду властителей или вот кровавый клановый рейд можно будет осуществить забрать немножко опыта клана вот можете поизучать какие-то ивентовые штуки здесь опять же бывают видите с подсветкой и вент отсюда мы забираем ветки молодого дерева которые потом через кафт можно будет на что-то обменять вот но самое прикольное что выполняя задание вы пополняете вот эту вот шкалу и здесь есть финальная награда в этом месяце она такая себе вяленькая никчемная но в целом можно будет потихонечку забирать какие-то промежуточные награды здесь всякая расходка какие-то полезные и там и которые вот часть из них я уже позабирал и абсолютно счастлив относительно этого вот тут еще есть кнопочка закрыть весь все задания за тысячу монет это делается это можно сделать над веночки получить все награды вплоть до главной и прикинуть на себя так же как я говорил что это нужно делать в начале видео когда мы говорили про твеночков с которых мы скидываем шмот на основу которой за обучение также время от времени в дневное время суток будет появляться у нас вторжение где-нибудь сверху на экране загора загорится красный значок вот мы на него нажимаем приходим на вторжение нас кидает в локацию где появляются ивентовые мобы они там будут находиться где-то около получаса нам нужно будет вступить в группу с кем-то да как вступить в группу если что вот нажимаем действия и вот тут вот есть запрос группы кидаем и кто-нибудь нас просто в группу к себе возьмет вот там выполняется на этом вторжение значит задание вот расправы над монстрами вторжения за это забираем вот такой вот светоч при его использовании из инвентаря нам дадут опыта и после получаса во вторжении там появятся еще сундуки под конец этих 30 минут вторжения с ними тоже говорим подходим это же забираем еще такой красный светоч один раз день закрыть вторжение будет вполне полезно для вашего персонажа плюс сами мобы оттуда тоже довольно таки профитные вот в целом это и была вся информация для новичков которую я считаю адекватным давать ребятам сохраните это видео если что к нему иногда возвращайтесь огромное спасибо за внимание если что приходи к нам в клан для этого переходи по ссылке на мой телеграм в описании там в закрепе висит инструкция как попасть в клан вот если есть чем дополнить кидай это дело в комментарии и возможно заберешь подарочный кодик да да за такое вот содействие ну а если ты новичок то залезай в игру регистрируй аккаунт по моей реферальной ссылке чтобы быть уверенным что все стартовые бонусы возможные стартовые бонусы ты заберешь на этом все огромное спасибо за внимание совсем скоро увидимся в следующих роликах всем пока